Статья из ВК «Мой адрес. Советский Союз» за 15 октября 2018 года. 15 октября 1967 года, 51 год назад, состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Мамаев курган – это возвышенность на правом берегу Волги, расположенная практически в центре Волгограда, ранее Сталинград. И в то же время, это главная высота России, священное место для русских людей. Именно здесь, на высоте 102, как и позначался курган на военных картах, в годы Великой Отечественной войны во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои, насмерть стояли советские воины. Возвышаясь над центральной частью города, он являлся важным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта, поскольку позволял тому, кто контролировал вершину кургана, контролировать практически весь город за Волжье и переправой через Волгу. С тех пор Мамаев курган стал известен всему миру как арена одних из самых ожесточенных боев Второй мировой войны и где произошел ее коренной поворот. Именно здесь сегодня расположен памятник ансамбля героям Сталинградской битвы, самый масштабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне. Бои за эту высоту продолжались 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы. Склоны кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. А после окончания боев здесь стали хоронить погибших со всего города. Это около 34,5 тысяч человек. Тогда же возникла и идея сооружения в городе монумента в память о Великом сражении и защитниках Родины погибших здесь. Всесоюзный конкурс на проект памятника объявили сразу же после войны. На него поступили всевозможные варианты. Но по решению Сталина автором будущего мемориала был назначен Е. Вучетич, который к тому времени уже создал мемориал в Берлине. Под его руководством над проектом работал коллектив скульпторов, архитекторов, инженеров. Кстати, инженерной группой руководил доктор технических наук Энн Никитин, автор расчета Останкинской телебашни. Именно он выполнил сложнейшие расчеты устойчивости конструкции монумента «Родина-мать зовет». А главным военным консультантом проекта был маршал Советского Союза В. Чуйков, командующий в годы войны 62-й армией, удерживающий высоту 102. В январе 1958 года Совет Министров СССР принял решение о начале строительства памятника. А в мае 1959 начались строительные работы, которые велись в интенсивном режиме. Несмотря на это, масштабность и сложность композиции задуманного ансамбля потребовали несколько лет для его осуществления. Были проведены большие земляные работы, а также именно здесь впервые в практике сооружения монументов был применен железобетон. Торжественное открытие культурно-исторического памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане состоялось 15 октября 1967 года. Этот комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и сегодня является уникальным инженерным сооружением и архитектурно-скульптурным ансамблем, объединенным общим замыслом, общей идеей. Его общая площадь 26 гектаров, а протяженность его комплекса от подножия до вершины холма составляет 1,5 км. Композиционно он состоит из архитектурно-пространственных звеньев, как бы нанизанных на единую ось. Следуя в одном направлении, один уровень сменяется другим, и по мере подъема раскрываются все новые элементы композиции. Основные элементы памятника ансамбля – это вводная композиция «Горельеф. Память поколений. Аллея пирамидальных тополей. Площадь стоявших насмерть. Стены руины. Площадь героев. Подпорная стена рельеф. Зал воинской славы. Площадь скорби с памятником «Скорбящая мать». Монумент «Родина-мать зовет». Воинское мемориальное кладбище. Мемориальный дендропарк у подножия кургана. Храм всех святых. Главной фигурой и композиционным центром всего ансамбля является монумент «Родина-мать зовет», который расположен на огромном насыпном кургане высотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда. От подножия кургана к его вершине ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Сталинградской битвы. Сама скульптура «Родина-мать зовет» поражает своими размерами и формой исполнения. Она представляет собой 52-метровую фигуру женщины. Она возвышается над городом и видна на десятки километров. В ее правой руке меч длиной 33 метра, вес 14 тонн. Монумент сделан из железобетона. 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Причем отливали его единоразово, не давая застывать бетону, чтобы не получалось швов. Внутри расположены 99 стальных канатов, стягивающих конструкцию, комната слежения за состоянием канатов и лестница. Статуя стоит на плите высотой 2 метра, которая лежит на главном фундаменте, но никак не скреплена с фундаментом, а держится силой тяжести. В 2008 году памятник ансамбля после объединения с музеем «Панорама» и «Сталинградская битва» был включен в перечень федеральных памятников и стал называться Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва». В том же году он стал одним из чудес нашей страны, победив в финале конкурса «Семь чудес России». Сегодня историко-мемориальный комплекс героем «Сталинградской битвы» является самым посещаемым памятником в России. Ежегодно около 3 миллионов человек из России и других стран бывают на Мамаевом кургане, чтобы увидеть уникальное творение советских мастеров и почтить светлую память героических защитников «Сталинграда». Далее даются фотографии. Ссылка на статью будет в описании под видео. Перейдете и полноразмерно посмотрите фотографии. Здесь вот видео по комплексу. Это скорбящая мать. Это зал славы. Воинской славы. Здесь всегда играет музыка. Всегда горит вечный огонь. Ну, это план размещения всего мемориала. Всем советую, если появится возможность, посетите мемориал, поклонитесь павшим воинам. Мемориал героям Сталинградской битвы. Мемориал героям Сталинградской битвы.